Это очень приятно, это видно по их эмоциям, по их светящимся глазам. Женщины становятся действительно счастливы и стали. Это же вообще им памятник надо ставить, каждое буквально-таки, ну и на руках носить. Героини этого праздника – мамы, которые воспитывают детей-инвалидов. В их жизни почти нет места для простых женских радостей, но исправить ситуацию взялись организаторы проекта «Время добра». Участницы конкурса «Красоты Миссис Россия» организовали серию мероприятий, посвященных красоте и творчеству. Эта идея получила название «Мама Тайм». Ни для кого нет секрет, что эти мамы, они всю свою жизнь, все свое время тратят на своих деток, на поддержание их здоровья, на просто поддержание их жизни. Вся судьба этих детей зависит непосредственно от мам. У нас изначально как-то коллектив так подобрался, что каждый сразу выбрал свою роль во всем этом. Каждый занимается своими делами. Мы могли заниматься с нашими мамочками. Кто-то в этот момент что-то делал другую организационную работу, кто-то вечером, кто-то ночами. Но все это создавалось на каком-то одном дыхании. И, видимо, мы сплотились, и поэтому могли надеяться друг на друга все время. И никто не подводил в таких ситуациях. Мастер-класс по рисованию, уроки макияжа, подбор стильных образов и фотосессия – вот далеко не полный список мероприятий, которые посетили мамочки за несколько недель проекта. У меня столько новых было ощущений, впечатлений, дел, умений, навыков. А сколько людей я узнала, познакомилась с прекрасными, талантливыми людьми. Спасибо вам огромное. У нас где-то там в глубине каждой живет девочка маленькая, но она, естественно, уже где-то глубоко и совершенно уже покрыта слоем проблем и забот и бытовых, и личностных, и разных. Но очень ценно то, что эта девочка, она просыпается, и в тот момент, когда она просыпается, этому способствуют многие моменты. И музыка правильно подобранная, и эмоция от мастера, который мастер-класс ведет. И начинают раскрываться девчонки. Да, очень здорово выглядит. Просто самое, наверное, ценное действительно. То, что вот сначала нет, а потом это такой прорыв, это такая эмоция, такая буря просто позитива. Вообще, вот, если честно, зациклена на своих детях. И мы как бы вот растворяемся в них и живем. Ну, а потом, когда немножко отходишь, делаешь шаг в сторону. Вот, ну, вот благодаря только вот этому времени добра, почувствовала себя женщиной. После каждого занятия, когда приезжала у меня даже, вот ребенок сейчас со мной, он не даст мне соврать. Он говорит, мама, ты такая, говорит, весело? А что? Он говорит, с тобой. Я говорю, ничего. Говорю, просто на занятиях побывала. Действительно, он очень заряжает положительными эмоциями. Я думаю, у меня жизнь немножко повернулась в другую сторону. Вообще, конечно, эмоции переполняет, потому что девочки, действительно, такое движение, у них энергии столько. И действительно, девочки посвятили себя, потому что, ну, время себе, потому что, действительно, обычные-то мамы не успевают, а мамы детей как бы с ОВЗ, это же вообще, им памятник надо ставить, каждое буквально-таки, ну, и на руках носить. Вот впервые я для себя узнала, что все-таки в нашей жизни моей, моего ребенка, не надо останавливаться и зацикливаться на вот болезни ребенка. Надо идти. Приглашают – иди. Что-то ты не можешь – научат. И вот в этом проекте, вот было, чего-то я все-таки за свои года, чего-то я не умею, но меня научили, и я благодарна этому проекту. Проект планируется проходить два раза в год, и количество по 15-20 мам мы планируем выпускать из нашего, можно сказать, школы «Мама Тайм». Проект уникальный. Первый раз мы сами его вот организовали. Мы в теории, конечно, предполагали, как это будет, но мы сейчас вот на финальном нашем мероприятии просто в восторге, и мы видим по нашим участницам, от них идет такая отдача, что это лучшая для нас благодарность за наш труд. А в общем, наш проект «Время добра» предполагает и мероприятие же не только для мам, так же и для детей. И несколько раз в год обязательно на День защиты детей, обязательно к сентябрю мы будем проводить, конечно, для них развлекательные мероприятия, чтобы их жизнь стала насыщеннее, ярче, веселей. Детям это необходимо. «Мама Тайм» первый сезон оправдал все ожидания, а это значит, что будет продолжение, и мы еще не раз увидим счастливые лица этих достойных женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова